доброе утро дорогие друзья начинаю вместе с вами утреннюю прогулку себя приветствую у нас сегодня 17 сентября записываю видео но иногда у меня не совпадает вы это знаете выкладка видео на каналы на площадке со временем съемки из-за того что иногда там что-то помешало бы или же другие материалы становятся более актуальными ну вот чтобы вы знали что это записывается 17 сентября температура воздуха у нас 18 градусов приятно и комфортно естественно настоящее время в тюрьме сейчас 20 минут 10 я беру курс на восточную грузию включая меня уже там ждет у нас так получилось что и у него сельскохозяйственные работы и мы едем снимать с хозяйственные работы думаю что будет очень красиво и интересно ну а пока у меня есть возможность с вами вот так пообщаться я хочу вот такие сделать небольшие 10 минутки дорожные и уже потом это все выложить дело в том что разные платформы они по-разному воспринимают до хронометраж там но фейсбук он там 20 минут еще переносит если там получасовое положить он его не выложит не выложит это потеряется видео такое тоже бывает дзен то выкладывает видео хорошо то вот пишет что мне нужно там 6 7 8 9 12 часов дорогие мои 12 часов для чего мне это нужно через 12 часов уже меня не останется когда это и уже некого будет нажать на кнопочку вот что они творят если кто-нибудь это мог бы вот так вот осознать или проанализировать было бы хорошо ну вот утро утренние часы они всегда такие пиковые везде помогут посмотрим что будет дальше по дороге вот давайте успеем 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 не успели потому что вот те остальные товарищи они вот им знаете как самое главное самим проехать на светофор а остальные уже не интересуют они начинают так копошиться суетиться у этого светофора и все и медленно они проезжают им уже плевать понимаешь остальной сможет за едущие проедут или же останутся да вот утренняя утренняя информация сша вводит финансовые санкции против нескольких граждан грузии выше следует департамента по своему поручению мвд грузии святка разошвили его заместители миллери лагазаури также лидеры партии альтинфо зураб махарадзе константин маргуши лица которые подорвали в грузии основы свободы включая свободы выражения мнений вот это вот у них такая такое объяснение этому всему не поедут они в америку и продолжатся свою деятельность и все больше ничего не будет что еще могут эти люди сделать я думаю что они особо переживать не будут они когда чем-то занимались что вызвало недовольство до штатов они осознавали это прекрасно и значит все закончится противники правящей партии конечно же рады вот этой информации вот я не знаю как видно дорогие друзья если не не видно и дискомфорт тогда я прошу прощения аргентинское шоссе солнышко смотрит на нас и вот немножечко сложная думаю снимать немножко давайте проедем пока еще видно вот когда я выехал солнце было вообще спрятано где-то там за тучами а потом вот видите что-то рассеялось и появилась она вновь вновь светит пока у нас 18 градусов посмотрим дальше немножечко поддувает телефончик моему чтобы совсем потом с ума не сошел от жары вот впереди сотрудник дорожной полиции патрульной полиции что-то показывает зазывает автомобили а сейчас он их останавливает что он хочет интересно зеленый шума свет дает его как-то регулирует чтобы как-то рассосалась куда вот это вот пробка что наверное впереди там на развилке на и сани там что-то такое ну вот ему там виднее все сейчас он уже пропустил машины возможность всем ехать ну такое я думаю будет до самого кахетинского шоссе ну а там уже мы посмотрим какой простой причине что он там тоже дороги забиты из-за сбора урожая винограда тоже дороги забиты эти большие грузы и грузовики да там весь советский автопром представлен будет сейчас так что будет что снимать будет очень интересно все это снимать спокойно сейчас нужно просто проехать этот отрезок пока не выйдешь из города сворачиваться сейчас такое время что люди едут естественно на работу те которые не начинают в 9 утра есть такие организации которые там начинают 10 в 11 компании торговые центры они начинают с 11 свою работу ну там вот летом особенно вот были такие публикации в интернете что ну какой-то там философ философ выбежит на улицу там что-то ему не спится да выбежит и говорит что ой а вот вы знаете такое прекрасное утро прохладное все хорошо почему бы не начинать работу в грузии до 8 утра 7 утра зачем это писать кому нужно тут начинает 6 утра и в 5 утра и 4 утра я имею ввиду вот дистрибьюторские службы те которые убирают город тем которым не нужно они начинают тогда когда считают нужным понимаете поэтому это указывать европе там 6 утра уже там метро в подземке столько народу все торопятся на работу а здесь куда торопиться скажите что здесь заводы и фабрики кипят гудят куда здесь торопиться в основном все компании связаны с людьми понимаешь если человек не просыпается 8 утра каково магазин открывает торговый центр в 11 еще никого нет у нас жизнь начинается после трех люди выходят издом кто-то там дома хозяйки с утра дома делают свои дела тоже сложная работа там прибраться убраться постирать погладить приготовить обед потом только выходят кто работает у них тоже своя такая схема до свой график поэтому теперь вот выходить для того чтобы быть таким новатором и собирать комментарии в своей публикации о том что там вот почему-то вы всем сумме начинаете работу иди работай сам ты работаешь 7 утра хотя для многих это удивительно и многие потом пишут которые особенно перри перебрались сюда в твилиси что ой здесь такой медленный темп жизни а вот там где у тебя был динамичный темп жизни почему что там не осталось или не остался зачем здесь ты тогда ошиваешься скажи мне там за медленный темп жизни которая не подходит к твоим супер-пупер потребностям сиди там где у тебя был в этот лимитар помните фильм лимита потом был фильм фильм лимитчицы основном все эти лимитчицы и лимитчики они перебрались сюда и теперь они восхищаются тем как свое время их принимала большая столица сидели бы там почему сбежали какие-то уже у вас были другие соображения потому и сбежали я так думаю хорошо там где нас нет и так дорогие друзья продолжаем вот сейчас мы уже будем проезжать мимо торгового центра есть поэт который я вам часто показываю здесь еще новый торговый центр по правую сторону открылся называется он идеал здесь вот стройматериалы керамогранитная вот эта плитка да вот для меня все это кафель метлах я все это называю кафель метлах сейчас хочешь керамогранит называй хочешь базальт называй хочешь мрамор называем кафель покрытие кафель хотя бы тот был советский люди родившиеся в ссср меня поймут не будут меня за это критиковать что я не так называем все понимали как сантовик этот лейкопластырь да раньше назывался лейкопластырь потом его стали называть сантовик потому что это по-моему да турецкая какая-то компания вот по правую по левую сторону торговый центр из поинт дорогие друзья вот здесь тоже добавляют сейчас еще несколько строений где тоже разместятся торговые объекты вот три четыре да три четыре таких модуля у этого нового объекта ну видно уже не хватает наверное есть какие-то еще дополнительные компании которые хотят открыть свои магазины на территории этого торгового центра он удобен чем большая стоянка мега на нижнем ярусе перед и на внутреннем ярусе между стоянка бесплатная понимают люди что приезжает человек сюда вдаль да это же не в центре находится 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 тратит деньги это означает что он по-настоящему уже окупил эту стоянку но вот в этом тоже бесплатно твилисимоль тоже там бесплатно но там подземные эти стоянки и ты оказываешься в этом подземелье потом ты выходишь у этого ну кому как и нравится конечно же там замкнутое пространство вот этот огромный какой-то купол шатер и там внутри расположены вот все эти торговые центры то есть ты в безвоздушном пространстве мне как человеку который любит свежий воздух не очень комфортно ходить в этом замкнутом пространстве где практически кислорода нет а здесь ты зашел в магазин там посмотрел что-то выбрал не выбрал приметил подметил вышел опять свежий воздух у тебя ну кто-то это критикует вот там под солнцем ходить там под дождем ходить вот тогда дождь и солнце там заходи закрыты да я же стрижу если там проливной дождь идет я не поеду туда не совсем же сумасшедший если поеду то зонт хотя бы собой возьму или же что-то с капюшоном из шапку какую-то надену башком поэтому делать из всего трагедию даже не надо ну и конечно же еще на социальные сети дали возможность путем теперь о каждой мелочи писать там увидел тот этом этот люк перевернут там вскрыт это то это все и дамы пишут мужики тоже пишут но я думаю что теоретически мужчине там сидите по клавиатурке ударять целый день не должно быть у него времени писать эти комментарии какие-то свои недовольные эти штучки как тетя маня какая-то понимаешь с третьего подъезда не должно быть времени должен работать должен зарабатывать должен обеспечивать семью родных и близких и максимально стараться быть на уровне а вот у нас это период девяностых когда вот это голод холод и нищенство вошли в повседневность все перевернулись с ног на голову женщины у нас оказались бодрее сильнее мощнее чем мужики которые сразу подняли руки кто-то там подался наркотиком кто-то подался просто бездельно и депрессии а вот женщины они оказались на уровне и за границу поехали и место себя нашли и семьи содержат кто из-за рубежа кто здесь так что молодцы дорогие друзья давайте встретимся в следующем видео как раз уже выезжаем в сторону лило до встречи